Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы исследуем новое гастрономическое чудо Санкт-Петербурга, ресторан Рибай. Он славится не только своими ценами, но и тем, что все официанты здесь профессиональные певцы. И вот только что они вам приносили меню, и уже они на сцене и поют с совершенно классными голосами. Если вам интересно, что же это за место, продолжайте смотреть. Ресторан Рибай. Достаточно непросто найти, хотя вот он у самого Казанского, но вот дверь совсем непримечательная. Здесь очень много всяких заведений, в том числе ресторан Терраса, Планета Красоты, Фитнес и вот наш Рибай. Да, дальше продолжается бизнес-центр. Я даже здесь была по какому-то другому поводу. В коворкинге я здесь была. Здравствуйте. Ага, а вот и ресторан. Сразу с порога сюрпризики. Кто у нас? Добрый вечер. Узнаем. Спасибо. Добрый вечер всем, да. Мы сейчас находимся в ресторане Рибай, а на Деда Мороза надеются, а сам не плашает. В общем, актерская профессия. Дело такое, хочешь жить, умей и гардеробщиком поработать. Так, смотрите, какая огромная территория. Сегодня понедельник, вечер и не так много людей. Но тем лучше для нас. Такое, конечно, пригламуренное место. Да, спасибо. Обзор меню. Традиционная рубрика. Что здесь есть? Все перечислять не буду. Просто делайте стоп-кадр и смотрите. Очень рекомендуют попробовать салат с клеветками, авокадо и кабачками. Ну, стейки здесь, конечно, смотрите, цены сами. Потому что, ну, вот такие вот цены. Вот такие вот. Горячие закуски. Бургеры. Горячие блюда из мяса. Что-то специальные блюда из рыбы, что-то пасты-гарниры. Есть что выбрать. Такая традиционная европейская кухня. Здесь целых два этажа. И вот еще один официант вышел попеть. Вау, как красиво. А вот и наша именинница, Анастасия. Кое-кто из моих подписчиков на YouTube сказал, приглашай почаще куда-нибудь Настю. Да, привет, подписчики. Да, Настя лингвист, преподаватель английского языка. Тайный поклонник, если вам так хочется познакомиться с Анастасией. А ее инстаграм будет в инфобоксе. Ну хорошо, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите. Да, и кому нужен репетитор по английскому, классный. Онлайн в любом городе, в любой стране, в общем. Итак, обзор салата. Салат с креветками, кабачками и авокадо. Это вообще самое прекрасное, вообще, что может быть на кухне, на любой. И вот на нашем и вашем столе. Еще мы заказали чай с личи, тут грейпфрут, личи, какие-то еще травки. Очень вкусные, прям супер. Ну что, у нас тут много креветок, много авокадо, много кабачков. Там еще листья салата. Какая-то заправка, какая там заправка. Хорошо это знать. Я дома пыталась повторить, но получилось варенье. В общем, весь секрет в заправке, который никто не знает. В общем, салат и правда крутой. Дома, конечно, можно попробовать, повторить, но надо знать секрет этого соуса. Никто не знает. Вот чтобы вы понимали, вот это огурец. Степень задротства. Он не просто почищен, из него вынуты все семечки. То же самое сделано с кабачком. Только самая содержательная часть. Вау. Просто степень задротства. Здесь у всех очень интересный дресс-код. Черно-белая одежда, в целом черные, белые кеды. А вот и первое выступление. И все они поют профессионально. Мне очень нравится, что здесь такой репертуар. Достаточно негромкий и очень классные песни. Если ты хочешь слушать, то ты слушаешь. Ребят, будьте готовы, что контингент здесь очень интересный. Такие чики с накачанными губами. Мальчики-мажоры. Такие папики. В общем, интересный. Интересный здесь народ. Я не часто бываю в таких заведениях. Более того, это заведения сети Гинза. Гинзу я не очень люблю именно по их ценовой политике. И очень часто это неоправданно. Здесь пока что мне все нравится. А мы ждем второе блюдо. Певцы выходят каждые минут 20. Сэп Смит! А вот наш мальчик-патисант. Таранье Гинза я ем. Вот так очень удобно. Зачем вот это все лишнее? Когда есть косточка. Берешь кусок, берешь соус, смакаешь и все. Погнали. Ваше здоровье! Ваше здоровье! И твое тоже. Принес Насте корыгиненка. А мне талетели с белыми грибами и черным трюфелем. Я очень захотела белых грибов. Обожаю белые грибы. Кстати, к пасте приносят не только вилку и нож, но еще и ложечку. Кто знает зачем, напишите в комментариях. На самом деле, я вам и так скажу. Некоторым удобно упирать вилку в ложку и накручивать макароны. Не просто так и в воздухе, а упираясь в ложку. Кстати, без трюфелей я бы легко обошлась, но без белых грибов нет. Реально белые. Посмотрите, какие куски огромные. Зачем? Я знаю, что ты как макарошки в гинзе. Макарошки вообще огонь. Мне правда захотелось подсолить. И прям вкуснее стало еще вкуснее. Если вы не боитесь потолстеть. Кажется, мы слышим день рожденческую песню. Они поют где-то там за углом. А вот что на самом деле приносят. Легка меньшего размера. Пошли зажигательные танцы. Так что здесь описанцы не только поют, но и танцуют. Кстати, принесли не такой огромный торт, а вот такой кусочек. Но он тоже, кстати, большой. Попробуй съесть. Будешь есть или домой понесешь? С тобой в моем жизни. Легким движением руки один неподъемный кусок торта превращается в два. Вполне себе подъемный. С виду похоже на красный бархат, но Настя говорит, что это не красный бархат. Это что-то малиновое. Я, как подружка на диете, поделила свой порт. Реально малиновое. Я такое нигде не ела. Итак, самый тестный момент. Смотрим счет. Счет вот такой вот. Счет кусается. Скусается больно. Но что не сделаешь ради такого замечательного места, такой атмосферы, такой еды. Очень забавно перед туалетами стоит пианино. Но, видимо, оно необходимо для таких музыкальных мест. Итак, обзор туалета. Две раковины, зеркало, полотежки, мыльца. Все такое деревенненькое. Здесь, собственно, ничего необычного, но стильно. Здесь все, как и в деревенском стиле. Да, есть и мыло, и крем, и даже чистилка отежды. Так, стоп. Мыло здесь нет. Вот это минус. О, кстати, есть пеленальный столик со всеми приблудами. Подставки для детей. Для кого важно. Знаете, я обычно не люблю рестораны с живой музыкой, потому что меня раздражают музыканты. Допустим, если, допустим, один человек долго поет или слишком громко поет. В общем, я сама музыкант, и я к этому очень как-то так отношусь трепетно. А здесь вот классный формат, то что, во-первых, музыканты меняются, во-вторых, они дают тебе как бы отдохнуть от себя. То есть, там, они выходят, там, раз в 15 минут, там, в 20. Ну, мы не засекали, но ты действительно как бы ждешь, с одной стороны, следующий выход, с другой стороны, и можешь совершенно как бы спокойно общаться и не заметить, как это время прошло. В общем, мне очень понравился формат. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк. Если вы еще знаете какие-то классные места в Питере, куда мне стоит сходить, обязательно пишите в комментариях. С вами была Маша Кудрявцева, бегущая певица. До новых видео. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Как? Бегущая певица. Бегущая певица. Софера Таро. Перевод. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok